Друзья, всем привет! На связи ITDocs. Сегодня рассмотрим, что будет, если место в iCloud закончится. Что при этом будет работать, а с чем будут проблемы, если место в облаке будет заполнено. Смотрите видео, а если хотите знать все нюансы техники Apple самыми первыми, тогда обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Да, ребята, заходите в наш Telegram, ссылку смотрите в описании. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе решение любых проблем на iOS-устройствах. Если место в iCloud закончится, вы столкнетесь с такими ограничениями. Новые фото и видео с устройств не будут сохраняться в облако. Будете регулярно получать уведомления на всех своих устройствах о нехватке места в iCloud. Вы не сможете использовать почтовый адрес iCloud для приема и отправки новых писем. В большинстве стандартных приложений, которые синхронизируются через iCloud, увидите баннер с предупреждением о невозможности сохранения данных в облако. Все приложения с включенной синхронизацией не будут получать новые данные из других гаджетов и сами будут хранить новые файлы только локально без резервной копии. Не будет работать синхронизация проектов и документов во всех офисных, мультимедийных и других программах экосистемы Apple. Не будут обновляться резервные копии всех ваших устройств в iCloud. Итак, подведем итог. Если у вас закончилось место в облачном хранилище, ничего страшного при этом не произойдет. Но с полностью не работающим iOS устройством вы не останетесь. Некоторые фишки будут работать и дальше в своем штатном режиме. А что же будет работать даже при полном заполнении места в iCloud? Синхронизация контакта между всеми гаджетами вашей учетной записи Apple ID останется. Будет работать связка ключей iCloud. Записи в приложениях календарь и напоминания будут и дальше синхронизироваться. Данные в приложениях Wallet, Акции и Game Center также будут обновляться. Также сохранится работа сервисов FaceTime и iMessage. Вот такие функции будут работать даже при полном заполнении места в iCloud. А если вы хотите очистить место в облаке, тогда переходите по этой ссылке, и вы узнаете, как на iPhone правильно использовать хранилище iCloud. Друзья, надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Есть вопросы, пишите в комментариях или заходите в наш телеграм-канал. Будут рад пообщаться и при необходимости помочь советам. Ну что ж, увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok